Разбор завалов двухэтажного жилого дома в поселке Барсово Киржачского района продолжался до 10 вечера. Долгое время спасатели надеялись найти живой 85-летнюю жительницу квартиры, в которой произошел взрыв. Пенсионерка оказалась зажатой среди завалов. К сожалению, в начале седьмого вечера на месте происшествия обнаружили ее тело с многочисленными травмами. Кроме того, при обрушении конструкции дома пострадали еще двое. 62-летний сын погибший и их 59-летняя соседка. Их доставили в ЦРБ Киржачского района. Сейчас жизням пострадавших ничто не угрожает. На месте происшествия работали сотрудники района и областной администрации, представители разных ведомств, полиции, МЧС, Следственного комитета, а также военной прокуратуры и командование военного городка, к которому относился дом. Специалисты сходятся во мнении. Обрушение здания произошло из-за взрыва бытового газа. Известно, что в доме проживали 18 человек. К центральному газопроводу он подключен не был. В результате обрушения межэтажного перекрытия, которое было связано с клопком бытового газа, сложилась крыша деревянная по обрешетке и упало межчердачное и с вторым этажем железобетонное перекрытие. Для того, чтобы не нарушить дальнейшее перекрытие по площади, приходилось разламывать и кусочками поднимать. Четко видно и понятно, что это взрыв бытового газа. Дом не имеет магистрального газа. Это газ, соответственно, через газонакопитель. За несколько часов до этого была заправка этого емкости газа. Подача произошла газа. Известно, что до заправки хранилища подачи газа. Несколько дней в доме отсутствовало газоснабжение. По факту гибели пенсионерки региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как рассказал сын погибшей женщины, в среду днем он пришел домой, почувствовал запах газа и обнаружил, что одна из конфорок на кухне открыта, а газ не горит. Мужчина повернул ручку в нужное положение, открыл окно и пошел в коридор. Затем раздался сильный хлопок. Его мама в этот момент находилась в комнате, где обрушилось потолочное перекрытие. По предварительной версии следствия, пенсионерка в силу возраста могла забыть закрыть конфорку. Вероятно, когда возобновили подачу газа, он накопился в воздухе и послужил причиной трагедии. Мы детально и тщательно должны оценить, как осуществлялось техническое обслуживание жилого дома. В частности, вот такой перерыв подачи газа требует, на наш взгляд, поквартирного обхода с тем, чтобы жители дома знали о том, что перерыв этот прекращен. Записано ли это в инструкции, записано ли это в правилах обслуживания дома. Как сообщили в администрации Киржачского района, сейчас жители пострадавшего дома расселяют в дома жилого фонда военного городка. Вопрос о размере материальной помощи пострадавшим в зависимости от нанесенного ущерба будет решаться сегодня вечером и завтра. Как обещают в райадминистрации, люди должны получить положенные выплаты.